Добрый день! Сейчас. Тема нашего урока – построение углов и фигур. Сегодня на уроке вы научитесь чертить прямой угол, а также научитесь чертить геометрические фигуры, в которых есть прямой угол. Мы сегодня отправляемся на прогулку. Угадайте, куда? Дом открыт со всех сторон. В доме тысяча колонн. Над колоннами шатры, под колоннами ковры. Там живут и на коврах, на колоннах и шатрах. Правильно, это лес. Лес – очень необычное и полезное место. Он дает нам чистый воздух, много ягод и хорошее настроение. Для любой прогулки необходим план. Для составления плана нам понадобятся бумага, карандаш. Мы уже умеем строить тупые и острые углы нашего маршрута. А как же построить правильно прямой угол? На нашем листе нет клеток или линий, которые могут помочь. Здесь нам поможет угольник. Угольник – это чертежный инструмент, похожий на треугольник, у которого один из углов – прямой. Найдите на угольнике прямой угол. Приложите угольник к листу бумаги и начертите отрезок вдоль верхней линии прямого угла угольника. Придерживайте угольник, чтобы он не сдвинулся. Это первая сторона угла. Теперь, чуть сдвинув угольник вправо, начертите линию вдоль второй стороны. Получился прямой угол. Попробуйте построить прямой угол самостоятельно. Используя этот порядок действий, можно построить фигуру с прямыми углами. Прямоугольник или квадрат. Сначала построим прямой угол. Теперь разверните угольник. Начертите еще один угол. Снова разворачиваем угольник. Чертим последнюю сторону. Получился прямоугольник. Теперь попробуйте сами. На странице 13 в задании втором найдите фигуры. Как они называются? Прямоугольник и квадрат. Измерьте стороны фигур. Постройте такие же фигуры с помощью угольника. Назовите эти фигуры, используя данные о количестве углов. Четырехугольник. Треугольник. Шестиугольник. Найдите квадрат. Чему равна сторона квадрата? Начертите квадрат со сторонами на один сантиметр больше данного. Отлично! Теперь мы смело можем отправляться на прогулку в лес. Вы сможете построить план и не заблудитесь. Не забудьте взять на прогулку фотоаппарат. В лесу очень много красивых мест. Во время прогулки по лесу Тимур сделал 15 снимков. А Алия на 6 снимков больше. Сколько всего снимков сделали дети? Какие слова нужны для записи краткого условия? Тимур и Алия. Сколько снимков сделал Тимур? 15. Сколько снимков сделала Алия? Неизвестно. Но сказано, что на 6 больше. Как записать вопрос-задачи? Фигурной скобкой. Можно ли сразу ответить на вопрос-задачи? Нет. Что нужно узнать сначала? Сколько снимков сделала Алия? Как узнать, сколько снимков она сделала? 15 увеличить на 6. Получится 21. Теперь мы можем узнать, сколько всего снимков сделали дети. К 15 прибавить 21 получится 36. 36 снимков сделали дети на прогулке. Давайте составим задачу обратную данной. Обратная задача. Это задача, в которой одно из известных данных становится неизвестным. А неизвестное станет известным. Давайте представим, что мы знаем, сколько снимков сделала Алия. Но не знаем, сколько снимков сделал Тимур. Наше краткое условие будет выглядеть так. Алия, Тимур. Сколько снимков сделала Алия? 21. Сколько снимков сделал Тимур? На 6 снимков меньше. Что нужно узнать в задаче? Сколько всего снимков сделали дети? Теперь первым действием нужно узнать, сколько снимков сделал Тимур. Он сделал меньше снимков, чем Алия. Поэтому от 21 отнять 6. Получится 15. Теперь узнаем общее число снимков. К 21 прибавить 15 будет 36. Как видите, все данные остались без изменений. Значит, обратная задача составлена верно. На прогулку вы можете взять с собой ручку или карандаш. И блокнот или тетрадь. Тогда вы сможете сделать заметки или рисунки. Ручка дороже тетради. А тетрадь дороже карандаша. Что дороже? Карандаш или ручка? Правильно. Ручка стоит дороже карандаша. Назовите цену каждого предмета. Давайте проверим цены. Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Наш урок закончен. Пришло время подвести его итог. Сегодня вы научились чертить прямой угол. И строить геометрические фигуры с прямыми углами. С помощью угольника. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok